Гость у нас уже вот-вот на пороге, и это Андрей Киселев, тренер футбольного клуба «Локомотив». Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте, Ирина, здравствуйте. Проходите. ЮФЛ закончился, мы заняли пятое место, вошли в пятерку сильнейших команд Дальнего Востока. Это типа вот сколько, это ого-го какой уровень, это дивизион ого-го. Сейчас очень все доступно, я даже своим ребятам говорю, у вас такое время, шанс. Сейчас тот же турнир ЮФЛ, все обозревается, у вас есть, на вас все смотрят, вся Россия, вся страна. Вот, опа, ух ты, ух ты, сколько раз. Чаще готовлю кабачки, баклажаны, помидоры. Ага, брокколи мне готовься. Брокколи готовлю, покупаю запороженные. В русском языке есть несколько групп фамилий, которые не склоняются вовсе. Так, не изменяются по падежам русские фамилии, которые оканчиваются на «ых» и «их». Всем привет, в эфире программа «Есть Тудэй» в студии Ирина Мигунова. И как всегда этот день вместе с нами встречает наш надежный друг и партнер. Группа предприятий «Янта». Группа предприятий «Янта» – полезные продукты для всей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой «Янта» есть вкусно. Друзья, мы желаем вам отличного настроения. А мы – это Илья Мороз. Ирина Мигунова, но я напомню. Здравствуй, Илюш. Привет, Ириша. Готовить будем сегодня. Интересности. Я уже увидел, обратил внимание. Меня уже не терпится. Друзья, у нас сегодня и вкусное блюдо. Это будут маффины с клубничкой. И замечательный гость. Сегодня будем говорить о спорте, об успехах футбольного клуба «Локомотив». У нас будет тренер в гостях Андрей Киселев. Ну и Илья, а с тобой мне бы хотелось вообще о спорте поговорить в целом. Начнем. Это ко мне. Чаек. Для начала у нас. Чаек. Расскажи мне, с чем у нас чаек сегодня? Ну, Женя Михайлов, как всегда, позаботился о нас. Добыл в тайге лимонника. Я вижу, кукуруза плавает, да? Это облепиха. Конечно. Которую мы добыли на рынке центральном, где мы добываем все, друзья, продукты, которые используем для нас. Ты в детстве чем занимался? Начинал я свои пристрастия к спорту с дзюдо, потом бокс, потом кудо. И уже, скажем так, в зрелом возрасте у меня в жизни появился бег, которым я по сей день плотно увлекаюсь. Слушай, ну хип-хоп-культура предполагает культуру Нига и баскет. Нет? Баскетбол тоже был, да. Баскетбол, но у меня что-то он не пошел. Я начал баскетболить и пару раз забил в свою команду. Да, и рост. И пару раз забил в кольцо своей команды. Я прослушал, что у нас смена была позиций. И я такой, у меня мяч, никого нет. И забил. Стритбол был? Нет, это был прям баскетбол. Я занимался баскетболом, стритбол нет. Вот как-то у меня почему-то баскетбол не сдалось, хотя мне это очень всегда импонировало, но баскет не пошел. Футбол тоже не очень. Игровые виды спорта и индивидуальные виды спорта, да, это вот всегда есть разница, кто-то к одним ближе, кто-то к другим. Друзья, поговорим об этом после итогового выпуска, утреннего итогового выпуска новостей. Смотрите, наши журналисты постарались для вас. Друзья, возвращаемся к нам в студию. Напоминаю, эта программа «Есть Тодей». Самая вкусная из программ. Безусловно. Я уже жду маффины, не дождусь. Мы все ее обожаем. Больше всех обожает наша эфирная бригада и все, кто находится за периметром студии, когда просачиваются вот эти вот замечательные запахи, стоит очередь. И ждут, когда будет все готово. Когда? Когда закончится эфир. Да, вкуснятина, потому что там я уже взбила творог. Творог, чтобы не шуметь, не мешать вашему разговору с гостем и нашему общему разговору с гостем. То есть ты купила не готовый творог и туда принесла, а ты его уже взбила? Я купила готовый творог, предварительно, конечно. Ну, как нам предоставил рынок центральный. И потом я его блендером, понимаешь, избавить от шумов. Добавила три яйца, там примерно 500 граммов. Вот что значит действительно хозяйка. Хозяйка не только на кухне, хозяйка у нас в стиле Микси, можно так сказать. А я за час, между прочим. Кто успел запарить чаек? Кто пришел за две минуты до эфира? Кто опоздал на 15 минут? Это я. А я вот все уже, видишь ли, сделала. У нас будет и формы, кстати, вот и маленькие такие будут маффиночки. И вот все. А, их будет много. Все будет здорово. Такое ощущение, что сегодня праздник какой-то у кого-то. Всегда праздник, Илья, когда ты ведешь эфир со мной. Ты разве еще вообще не понял? Третий эфир у нас, между прочим. Возвращаемся к спорту. Так вот, спорт индивидуальных достижений, где ты, там, борьба, единоборство, все что угодно. Но ты ради себя самого. Либо, когда ты работаешь за команду и ответственность несешь за команду, вся команда за тебя, и от твоей ошибки, от твоей удачи в том числе, зависит общий успех. Вот мне кажется, психологически это даже сложнее. Психологически, может, даже я понимаю, почему мне было сложно. Потому что, когда ты один косячишь в команде, вся команда на тебя начинает давить. И да, есть такая проблема у многих команд, я думаю, что, скорее всего, мы даже с нашим гостем сегодня об этом поговорим. Обязательно. Что начинают булить одного человека, который пару раз накосячил, и все, и у него нет желания дальше заниматься. Возможно, я уже плохо помню. Это для более взрослой аудитории. Да, и, возможно, по этой причине я в 12-летнем возрасте и перестал баскетболом заниматься. Что я, ну, плотно пытался это все изучить, но вот у меня не получалось, поэтому я сразу был самый плохой. Команда должна существовать как единый организм, да? Ну, а с другой стороны, и ответственность, она как бы тоже распределяется. Если проиграли все, ладно, если ты не вратарь, например, то как будто бы и пас не туда, и не тому, и вообще-то не очень даже сильно и виноват. Много нюансов обсудим сегодня с нашим гостем. Друзья, напоминаю, у нас будет Андрей Киселев, тренер футбольного клуба «Локомотив», конкретно команды 2006 года, но знает он про весь детский футбол, который у нас занимается под гидой «Локомотива». Пора зарядку делать. Давай сделаем. Друзья, вы делаете зарядку, а мы с Ильей тоже разомневаемся, потому что вот я лично уже имею право называть себя спортсменом, а Илья тоже давненько, еще дольше. Давненько. Добрый день, уважаемые телезрители. С вами Анна Ступникова, тренер-преподаватель детской спортивной школы по прыжкам на батуте. И сегодня мы вместе с Дашей продемонстрируем комплекс упражнений для повышения силы рук. И мы начнем. Сейчас мы подойдем поближе к стене. Поставим руки на пол и попробуем ноги на стенку поднять и продержаться, например, 10 секунд. Подготовленному человеку это сделать легко, а теперь попробуйте вы. Перейдем к следующему упражнению. Сейчас мы встанем в планку и попробуем спускаться на локти и возвращаться в исходное положение. Начали. Правая, левая, правая, левая. Здесь задействованы все группы мышц. Угу, пресс, руки, ягодицы. Выполняйте так 10 раз. Угу, хорошо, достаточно. И еще одно упражнение, довольно-таки сложное. Если вы умеете выполнять простые отжимания, то попробуйте повысить свой уровень. И сейчас мы с Дашей покажем отжимания с хлопком. Упор лежа. Пять. Достаточно. Ну и чтобы научиться ходить на руках, конечно же, нужно повторять данное упражнение. Сначала нужно научиться стоять на руках. И каждую ногу по очереди мы можем отрывать, чтобы чувствовать наше тело в перевернутом положении вверх ногами. Ну и, конечно же, затем уже мы начнем отрывать две ноги. Итак, мы надеемся, что вы уже хорошо размялись. Мы с Ириной тоже нашли у нас в студии мяч и решили немножко подразмяться. Давай проверим. Королька, умеешь играть? Что? 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 Я умею в Чикаева. Отбивать на ножки. Ну нет. Ну я попробую. Мне всегда нравится все пробовать здесь. Давай я тебе подкину. На что приму, на то и приму. Окей. На прямую. Прямую. Раз, два, три. Плохо. Ну и я так себе подал. Так, давай сейчас я. Ух ты. Друзья. На этом разминка окончена. Я надеюсь, что все наши телезрители пробовали это. Если нет, то попробуйте, потому что, мне кажется, это вот еще и умнее тебя должно делать. Безусловно, кстати. Сосредотачивание на мяче и вот филигранная с ним работа, это же капец как сложно. Ну, я думаю, что да. Но иногда сосредоточенность на мяче, это ограничивается только вот весь ум. А ты в футбол играл? Играл в футбол. Я с друзьями во дворе, то есть так как-то гонял, но тоже особо у меня, скажу так, не сложилось. Может быть, хотя именно физическая подготовка у меня была хорошая по бегу и так далее, но почему-то вот не знаю. А ты знаешь, говорят, что футбол занимает первое место в списке травмоопасных видов спорта. Да, слышал. Что вовсе не единоборство, самое жесткое, которое вы только можете себе представить, а именно футбол. Но, кстати, почему тоже спросим сегодня у нашего гостя, да? Ну, тут даже можно логически предположить, ты представляешь, что на тебя с бутцами бежит твой... Ага, вот это вот все, да? Да, да, да. И ты такой... А, сейчас чаще всего, мне кажется, первое ли место по симуляции занимают футболисты? Ну, скорее всего. Ой, как интересно. Ну, скорее бы уже пришел наш гость. Кстати, с футболом у меня еще была какая-то проблема. Техника удара по мячу у меня всегда болела. То есть раньше мне было бы стыдно это признать, но сейчас я могу это с улыбкой рассказать. Ты же сама достаточно, взрослый мороз. Почему меня особо не брали в команды? Потому что, не знаю, как получалось, но вот мяч... Я по нему бил, он летел почему-то не прямо, а куда-нибудь в совсем другую сторону. А стороны были все время разные? Тогда это были мои фирменные крученые, но я еще не понимал, да? К сожалению, я их не мог контролировать. По-любому улетела в кольцо. Друзья, ну, у нас еще один небольшой перерыв. Анна Матвеяз расскажет сейчас, какая будет завтра погода. Не смотрите на то, что осень. Осенью тоже здорово и хорошо, а осень при море, она вообще замечательная. Даже если дождь. Друзья, оле-оле-оле, сегодня мы вас приветствуем в студии Илья Мороз и Ирина Мигунова. И очень скоро к нам в гости придет наш замечательный гость. Не думайте, что если вы не увлекаетесь спортом, то это будет безинтересно. На самом деле, это интересно абсолютно всем и всегда. Чемпионат мира смотришь по футболу? Тренер футбольный к нам придет. Спрашиваешь, как будто он идет сейчас. Я такой подумал, ух. Что я пропустил? Да, да, да. Ну вообще. Финал смотрел. Вот, например, живой футбол обожаю. Особенно детский. Я ору, кричу, прыгаю, даже когда оператором работала, я все равно, мои эмоции слышны были на видео. Кстати, вот, видя, как у тебя глаза горят, когда ты говоришь про спорт, есть у меня к тебе такой вопрос. Часто ли твои знакомые, которых ты где-то встречаешь неожиданно, спрашивают у тебя, что там, как в телемиксе, спорт до сих пор ведешь? О, даже, да, не только спорт. Вчера таксист вспомнил ТВ-чат. А, да? Да, да, да. Говорит, а что, до сих пор? Говорит, идете. Бывает, конечно. Дело в том, что... Аккуративная, там, ну, 10 лет я это делала, конечно. Чему я клоню? У меня много знакомых, когда я говорю о телемиксе, они говорят, вот, почему-то вспоминают тебя и вспоминают спорт. Вот, то есть, я так могу сказать, что у всех людей в городе, кто тебя знает, ты твердо ассоциируешься с телевидением и спортом на телевидении. Это не вытравить, я думаю. Абсолютно никак и никогда. 7 лет виду накипело, вот уже второй год утра, ну, неважно, но для меня это ужасно приятно, потому что страстно любить свою работу, а спортсмены – это, ну, удивительные люди. Почему так много лет ты можешь этим заниматься, не выгорать абсолютно? Я из-за декретов всего лишь прекратила это делать, вот, потому что спортсмены – удивительная каста людей. Это лучшие из представителей Homo sapiens. Я честно, я не бравирую сейчас, я не хочу сейчас польстить нашему гостю, который где-то там уже слышит наши разговоры. Дело не в этом, это правда. Истинная правда – это порядочность высочайшего уровня, это, естественно, физическое состояние. И это люди, которые не думают только о себе, они всегда думают о поколении. А если они думают о поколении, они думают о всех людях сразу. То есть это некое служение социуму, которое фанатично абсолютно. У меня это вызывает восторг, восхищение, поклонение, преклонение, ну, как угодно. Я вот эпитетами могу сыпать. Да. И уже режиссер говорит, Кира, остановись. Грузунул на меня прям удар очень сильно. Это реклама впереди, друзья, очень короткая. И сразу мы потом заводим гостя. Андрей Киселев, тренер по футболу клуба «Локомотив». Очень скоро у нас в студии. Всем привет, в эфире программа «Есть Тудэй» в студии Ирина Мигунова. И, как всегда, этот день вместе с нами встречает наш надежный друг и партнер. Группа предприятий «Янта». Группа предприятий «Янта» – полезные продукты для всей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, «Янта» есть вкусно. Приветствуем вас, дорогие телезрители. Это «Есть Тудэй», как вы могли догадаться по надписи позади нас, в студии Ирина Мигунова. Привет всем. И Илья Мороз. Илья Мороз. Сегодня мы будем готовить, конечно же, как всегда, много чего интересного обсуждать. И у нас будет потрясающий гость, точно вам говорю. Готовить мы будем маффины творожные с клубничкой. Хочу уже, скорее, всех накормить. Кстати, больше всего люблю кормить, а не сама лакомиться. Да, гость у нас уже вот-вот на пороге. И это Андрей Киселев, тренер футбольного клуба «Локомотив». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Ирина. Проходите, присаживайтесь. Буду иногда задавать вопросы, Илья, спасать тебя, потому что мне кажется, что про футбол знаю. Уссурийский чуть больше. Да, больше любой. И даже с самого начала спрошу. Закончилась ЮХЛ, Андрей. ЮХЛ. ЮХЛ. И мы давайте поговорим, во-первых, что такое, да, ЮХЛ для наших телезрителей, и почему это так важно вообще для уссурийского детского футбола. ЮХЛ закончился. Мы заняли пятое место. Вошли в пятерку сильнейших команд Дальнего Востока. Извиняюсь, можно перебью? ЮХЛ можно, пожалуйста, расшифровочку? Я не настолько... Юношеская футбольная лига. Это типа вот сколько! Это ого-го, какой уровень! Это дивизион ого-го! Всероссийская, получается. Да. Ну, зональная, правильно? Дальний Восток. Да, зональная. Чемпионат проходит по всей России. Зона запад, там, восток, юг и центральная область. То есть мы играем в своей дальневосточном регионе. Мы, повторяюсь, пятое место заняли. На данный момент, то есть для нашего клуба, возраста 2006-го, это очень хороший результат. То есть мы могли попасть и в тройку, ну, нам не хватило немножко там матчей, где нам надо было даже мать соперника. Но, так сказать, там, везет сильнейший, мы пока еще не сильнейшие. Ну, я думаю, все еще впереди. Да, в любом случае. Играл только 2006-й год или еще? Нет, ты играл еще 2007-й. С 2002-го года уже завели два возраста. В FL это 2007-й год рождения, ребята, и 2006-й. То есть они пока на данный момент самые взрослые. Ребята 16-летние. Потому что мы же не просто так Андрея пригласили, да? Потому что есть некий итоговый уже момент, который можно говорить, о котором можно говорить. Впереди-то зал. Уже будет футзал, мини-футбол и все, что под крышей. Или еще играете на улице? Ну... Ноябрь на дворе. Ноябрь, да. Такой секрет. Мой возраст, да, и 2007-й. Мы практически всю зиму занимаемся на улице. Ага. Да. А на каком стадионе? На стадионе «Локомотив». Занимаемся на улице. Когда получается, нам помогает руководство с комплекса спортивной школы, мы чистим поле и тренируемся на поле. Но, опять же, если, соответственно, очень... Бесплатная рапсила. Да, тоже верно. Хочешь в футбол поиграть? Почисти стадион. Почисти стадион. Ну, так же в детстве мы на площадке играли. Если хочешь поиграть, зимой тоже было. Так же, как и бег сейчас продолжается. Расскажите, а кто вот призовые места в этом чемпионате занял? В этом году команда из Благовещенска. Заняли первое место. Очень хорошая команда. Там есть очень хорошие игроки, индивидуально сильные. Второе место занял Владивостокская команда, Шор. И третьими в этом году стали футболисты из Читы. Из Читы, да. Ну, опять же, я понимаю, почему эти команды занимают там призовые места. Можно сказать про наш клуб. У нас команда одного двора. То есть у нас ребята практически с одного, так сказать, микроориона города. И это всегда Слобода или... Практически в большей части это Слобода и Сахпоселок. Ну, я не скажу... Ну, самые такие элитные районы наши. Да, да, да. Самые дружелюбные, можно так сказать. Но, опять же, команды, которые занимают призовые места, да, они представляют регион и область зачастую, да. Благовещенск, Чита, там, население. Сборная из лучших. Да, если у нас население, там, 180 тысяч, да, там, Владивосток, миллион, можно сказать, там, Чита, тоже Читинская область огромная, Благовещенск, также Амурская область. То есть команды, там, не просто так занимают призовые места. То есть если так разобраться, то в этих соревнованиях против всех регионов Дальнего Востока участвует команда, сборная команда Слободы и Сахпоселок. Можно, да, можно так, в большей части сказать. Ну, клубная команда. Ведь у нас есть не один клуб футсурейский, но Локомотив самый славный, кстати, да. Вот я не примену это упомянуть. Это, если исходить еще с тех времен, да, давних, команда существует с 1924 года. То есть очень, так можно сказать, старая команда, да, по нынешним меркам. И, как ее некоторые называют любители футбола, которые уже старенькие, ветераны, это народная команда. То есть много людей играли за Локомотив, которые даже в свое время играли в Владивостокском бульче, в океане находка. Много футболистов из разных городов представляли наш клуб. Кстати, как сейчас обстоят дела с Лучом Владивостовским? На данный момент его нету. Есть команда «Динамо Владивосток» и футбольная школа, краевая футбольная школа. Вот мне интересно, как так сложилось, что такая легендарная команда, легендарный клуб, и получилось, что его нету. Ну, Илья, вы же понимаете, все упирается в наше время в деньги, финансы, да. Чтобы представлять команду на высшем уровне, нужны очень большие вливания в команду. Я думаю, что не оказалось этих финансов. И, соответственно, футболисты же тоже люди, они должны кормить свои семьи, зарабатывать деньги. На кого ориентируются сейчас ваши дети? Ведь команда высших достижений, да, она всегда нужна для того, чтобы молодежка ориентировалась, дублеры ориентировались, клуб, который состоит из каждого возраста, детский состав на каждый год. Нет, если ориентира, нет теперь ни Луча, что делать? Кто кумиры наши? Ну да, Ирина, вы очень в точку попали. В прошедшем сезоне, да, 2002 года, по чемпионат края, по, можно сказать, мужчинам, в этом году не было команды «Локомотив», но была сборная «УГО». Ребята играли в этой команде, которые до этого играли в «Локомотиве». В принципе, все осталось так же, да, для наших ребят. То есть для них есть пример, да, на местном уровне взрослые, да, товарищи, которые, ну, превосходят, можно сказать, на данный момент их. Они чему-то учатся у них. Ну, как Илья сказал, все любят смотреть туда, на звезд. Конечно. И мечтать. Как он задерет вот так майку и побежит. Да, бегут, празднуют голы, повторяют их там движение там с платформ, там, тиктоков, инстаграма, выкладывают они там, когда забивают гол. Даже у меня ребята 16-летние очень много, когда там забивали голы, можно сказать, устраивали шоу после забитого гола. Это отдельный вид искусства, я считаю. Ориентируется на российских футболистов сейчас или по-прежнему это звезды чемпионтов мира? Нет, почему? Да и даже в мое детство мы там поравнялись тоже на футболистов, которые представляли нашу страну, тот же Аршавин Андрей. И сейчас ребята могут... Анопка. Анопка, да. Кто это пожестче? Зуба. Не, а почему? Ну, Александр Зюба очень хороший футболист. Это мы, кстати, вообще не сомневаемся. Очень хороший футболист. Народный. Да, есть ребята, которые, ну, можно сказать, ему подражают. Круто. Такой вопрос. За последнее время я стал наблюдать, что детей именно на тренировках по футболу стало гораздо больше, нежели чем, например, хотя бы даже в 2016 году. Я стал плотным бегом, когда заниматься, как раз это был 17-16 год, и не было так много именно детей, кто занимается спортом. У меня много знакомых ребят-футболистов, которые сейчас набирают группы и работают в качестве тренера, хотя раньше они никогда бы даже этим не занимались. Есть ли такая тенденция, что на сегодняшний день, вот за последние несколько лет, именно детская футбольная школа начала набирать обороты? Ну, я не скажу, что именно детская футбольная школа, в общем, как бы, футбол... В целом. Детский футбол, да. Да, в общем, детский футбол набирает... Не то, что набирает обороты, он всегда, можно сказать, там, был популярен, да, как вы до этого говорили, что футбол – самый популярный вид спорта в мире. В России, там, в Европе, без разницы, да, во всем мире. И, можно сказать, каждый второй играет в футбол, там, пусть даже не профессионально, приходят во дворе, там, и пинают, там, в круглую сферу, да, и в этом нету, там, никакого секрета. Почему вы заметили такую тенденцию? Может, потому что вы попадали не в то время, когда бегали, может, наоборот, попадали в то время. Но все равно, опять же, есть клуб. Но клуба становится больше. Больше, конечно, становится, да, становится больше. В наше время, даже я скажу свое детство, ну, не было столько тренеров. Не было. Вот, я просто говорю. Да, не было. И не было возможностей для тренировок, не было мест даже для тренировок как таковых. На мою память это только был Патриот, и то нас допускали только для… на изнанку поле, где был гравийка. Угу. Малоформатный на гравийку, да, где проходили турниры. Так что сейчас очень все доступно. Я даже своим ребятам говорю, у вас такое время, шанс. Тот же турнир UFL, все обозревается, у вас есть… На вас все смотрят, вся Россия, вся страна. Сейчас просто поделилась на то, что чем раньше. Сейчас есть все, раньше не было ничего. То есть не было как таковой базы, да? Инфраструктуры не было для… Да, да, для занятий просто спортом, да, так же для футбола не было. Стадион «Локомотив» и «Дара» у нас, насколько помню, всегда были. Ну, это вы как помните. «Дара» я еще помню мальчиков. В каком состоянии они были? Да, «Локомотив» он разрушен был. Да, «Дара» тоже был разрушен. Кстати, да, «Локомотив» все я вспомнил. Да. Там было, да. Я помню мальчикам еще, мне лет, наверное, 14 было. Мы сами таскали гравийку мешками, там привозили, мы на «Дара» таскали. Там флэшток этот красили для флага нашего. То есть все оно со временем приходит. Сейчас очень хорошее время для того, чтобы заниматься спортом. Ну, отдать должное, в принципе, нашему государству, что на спорт стало все гораздо больше выделяться. И нашему муниципалитету, между прочим. Я как тот еще пропагандист, извините, но это так, больше, гораздо больше. И площадок, и при этом возможности заниматься даже бесплатно. Знаете, что можно заниматься футболом? Конечно, конечно. Те, кто в другой команде, там, да, просто сами со двора приходят на стадион, их никто не выгоняет, они играют между собой. То есть, конечно, есть варианты, есть возможности, они там занимаются. Можно выбрать тренера сейчас даже. Да, можно сказать, да. Уже простайпованный. Привилегия, привилегия. Кстати, слышал, сейчас какая-то даже команда делается из рэп-артистов российских. Знаете про нее? Да, 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 конечно. Медиалига очень популярна сейчас в России. Называется, по-моему, козлы что-то такое, только по-английски. Год. Год, да, да. Год, есть такие, да. Ну, сейчас даже сами профессиональные футболисты создают команды в медиалиге, да, это где блогеры, там, артисты, они играют, то есть. Или это второй шанс? Да. Мне недавно в группу добавили кривая нога, там, ребята, футболисты, и из города собираются, а предприниматели периодически где-то играют. Даже мячик есть, друзья. И он давно лежал у нас в студии, мы просто забыли о нем. Если бы не вы, Андрей. Друзья, а у меня здесь уже готова основа для маффинов. Прямо сейчас ставлю их в печку. Мы вернемся после небольшого перерывчика, так что продолжим беседу. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы продолжаем наш спортивный, если быть точнее, футбольный эфир. И есть у нас такая, скажем так, идея. Сегодня я упоминал, что у меня были проблемы с ударом по мячу, и Андрей нам пообещал показать несколько... Берегите аппаратуру, умоляю вас. Так, какую камеру полететься? Давайте вот те упражнения, которые не предполагают точности. Андрей, скажи нам. Я тоже хочу. Илья, как вы говорили, у вас были проблемы с точностью. Во-первых, когда мы учим детей, мы сначала учим, да, когда уже центр подготовки начинает у нас двигаться дальше и дальше. Во-первых, опорная нога у нас должна находиться напротив мяча. Не должна нога доходить обязательно до мяча. Для чего? Чтобы не заваливать корпус назад, чтобы, если мы заваливаем, у нас мяч влетит вверх. Вот, соответственно, мы можем разбить аппаратуру здесь. Если переходим, да, нога будет под мячом, нам будет неудобно бить, мы будем постоянно мяч направлять как в землю. Целая наука. Да, ну... Ты знал? Очень сложно. Если вот так, когда учить ребенка, для ребенка это очень и очень тяжело на первых этапах. Опорная нога у нас должна быть согнута в коленном суставе, не прямая, это обязательно. Согнутая немножко. Бьющая нога, эта нога у нас называется опорной. Потому что она у нас, весь тело находится, весь на ней при ударе. Чем-то, извиняюсь, напоминает мне, вот в дзюдо, как меня учили, перенос в центр тяжести, да, и, например... Везде есть свои, да, везде есть. У меня есть хороший друг Александр Рубан, тренер по кудо. И так же в локомотиве, да. Мы, он, я как-то у него занимался, мы там индивидуально занимались, и я его спортсменов там тренировал на футбольном поле, там, можно сказать, по ОФП. И где-то пересекаются очень много, очень много есть элементов, которые пересекаются. А вторая нога? Бьющая нога у нас, если есть, опять же, как Илья говорил, там, так-так, ножку ставить, а он все летит не туда, куда надо. У нас есть внутренняя часть стопы, подъем, да, щека. Да, вы все знаете, да, щека, подъемчик и внешняя сторона. Да, то есть если мы бьем щекой, зачастую это самый популярный удар по мячу, это щекой. То есть здесь у нас стопа разворачивается параллельно мячу, и носочек поднимается вверх. Так. Наша задача ударить центром, центром внутренней стороны. Вот этой вот ямочкой, да, не... Нет, ямочкой, если ямочкой мы ударим, то мы ударим практически подошвой, то есть серединой, где находится у нас... Выше ямочки. Да, да, да. Все понятно. И бьем в центр мяча, то есть опорная ножка ставится и бьется в центр мяча. Тогда у нас мяч будет двигаться, куда нам надо. И опорная, мы опорной ножкой направляем, если мы хотим, например, направить мяч чуть левее, мы носочек разворачиваем. И нога у нас должна идти за мячом. Боже, сколько всего интересного. А как же классика, которую меня учили во дворе, пыром. О, ну, у нас был и есть такой тренер. Что это такое? Называют удар-штык. Применяется в любую погоду. Да, почему? В мини-футболе очень популярный удар. Покажите, что за пыр? Носочком. Носочком. Это пыром, просто ты вот бьешь, вот... В общем, бьешь, как во дворе. Побежал, пнул и все. Друзья, еще много всего интересного нам сегодня расскажут гости. Потому что впереди рубрика. Давайте вспомним правила русского языка. Маша Бардакова сейчас вам расскажет рубрика «Одним словом». Здравствуйте! С вами рубрика «Одним словом» и мы продолжаем говорить о склонении фамилий. В русском языке есть несколько групп фамилий, которые не склоняются вовсе. Так, не изменяются по падежам русские фамилии, которые оканчиваются на «ых» и «их», например, «долгих», «крутских», а также фамилии, оканчивающиеся на «всегласные», кроме «а» и «я». Эти фамилии не изменяются ни у мужчин, ни у женщин. Например, тетради Кати Черных и тетрадь Романа Черных, а не Черныха. Работа Лидии Мее и Сергея Мее. Диплом выдан Сергею Долгих и Марине Долгих. Сообщение Николаю Карпенко, Свете Ли. Встреча с Николаем Крюченых и Александром Мендадзе. Все эти фамилии не изменяются. Разумеется, в устной речи вы можете сказать «пойдем в гости к Карпенке». Но это разговорный вариант. Для официального стиля или письменной речи он не годится. В середине октября завершился первый сезон сериала по книге Джона Толкина. Как и во всякой фэнтези-книге, в ней есть фантастические расы с необычными названиями. Поговорим сегодня о происхождении слова «орки». Так называется раса уродливых, агрессивных гуманоидов, противостоящих красивым и добрым эльфам. В английском оригинале они так и называются «окс», в единственном «ок». Слово это придумал не Толкин. Родословное «орков» начинается с латинского имени «оркус» или «орк». Так в римской мифологии звали бога подземного мира, владыку мертвых. Орк – синоним Плутона, это тот же аид, только на римский лад. Например, гермес, меркурий. Названия мифических существ, похожих на слово «орк», есть и в древнеанглийской поэме «Беовульф», в поэзии раннего нового времени и в народных сказках Северной Европы. Сам Толкин объявлял, что он взял названия существ именно из «Беовульфа». Кроме того, орками в Англии называли норманов, на тот момент завоевателей, несущих зло и смерть. Там же, только с 17 века, орками звали больших и опасных морских обитателей, в том числе китов. В английском до сих пор есть существительная орка, касатка, кит-убийца. А близкое слово «огр», как в мультике про Шрека или в фильме «Хроники Спайдервика», тоже произошло от «оркус», хотя претерпела перестановку букв. Сегодня на этом все. Будьте здоровы и говорите без ошибок. Все твои детские травмы мы сейчас развеем, проработаем. Да, а мне вот интересны всякие кроботически-филигранные трюки. Ну, давайте попробуем. Ну-ка, вот, вот, опа, ух ты, ух ты. Сколько, Ра? Ну, можно долго. Режиссер говорит, у нас есть две минуты, мы можем это делать. Ты у него считает сколько уже? Через сколько лет занятий это вообще становится возможным? Ну, у всех по-разному, кстати. У маленьких детей, у маленьких, не прям маленьких, ну, лет 10, наверное. У нас есть ребята, которые… Лет 10 надо заниматься? Нет, которым в общем 10 лет, очень много уже, можно сказать, набивают мяч. А есть такое, что вот кому-то не дано? Есть, есть. Кретинизм. Мне кажется, это я. Футбольный кретинизм. Кретинизм от футбола – это мое, наверное. Есть, есть, конечно, я даже знаю, там, можно сказать, ребят, которые со мной играют, они, как сказал, кретинизмом болеют, да, в плане, да, это, жонглирование мячом и довольно очень хорошо играют. То есть играют хорошо, а именно… Да, иногда, зачастую путают, как говорят, чеканку, ну, большинство тренеров так не говорят, ну, нельзя так говорить, но с мастерством. Чеканка мяча – это не мастерство. А вот если батя мечтает, отдам сына, о, мечтаю, вот я в детстве играл, на диагностическом каком-то периоде становится понятно, что, ну, не каждому вообще в футболе есть место. Приходится иногда, вот через, там, месяц, я не знаю, сколько длится эта самая диагностика, принимать такие непростые решения? Нет, нельзя принимать такие решения, да, это в любом… В каждом может стать футболистом? Ну, на каком-то этапе, в каком-то уровне может любой играть в футбол, так же и быть боксером, там, самбистом, кудаистом, в любом виде спорта, там, ты можешь быть спортсменом на каком-то определенном уровне. Чемпионат города, чемпионат края, чемпионат Дальнего Востока, чемпионат мира. У всех свой потолок, правильно? Конечно, есть потенциал у всех, но, опять же, как говорили и говорят, терпение и труд, все перетрут. То есть я тоже не являлся, там, суперталантливым, там, ребенком. Но теперь вы суперталантливый, зато тренер. Может быть. Друзья, у нас уже распространяются вкусные запахи по студии. Мы скоро с вами увидимся, впереди небольшая рубричка. Оставайтесь с нами. Всем привет, с вами ежедневная рубрика «Есть мнение». Брокколи и цветная капуста относятся к одному и тому же семейству. Они оба являются источником полезных веществ и готовят их примерно одинаковыми способами. Мы сейчас с вами узнаем, что чаще всего покупают посетители торгового комплекса «Центральная». Цветную капусту или брокколи? Чаще готовлю кабачки, баклажаны, помидоры. Ага, брокколи не готовьтесь. Брокколи готовлю, покупаю замороженный. Вот, спасибо, что напомнили, надо купить пакетик замороженный. Брокколи. Они вкуснее. Брокколи. Ну, наверное, все-таки может быть даже полезнее. Чуть, ну, такая капуста просто домашняя, своя. И брокколи цветную, потому что я болею, поэтому мне надо и ту, и ту кушать. Мы благодарим торговый комплекс «Центральность» за помощь в организации съемки. Друзья, ну вот и подошла к концу наша программа. У нас был в гостях Андрей Киселев, тренер футбольного клуба «Локомотив», год 2006-й. Илья Мороз, Ирина Мигунова и вот вкусняшка-финалочка. Вот Андрей не знал, что мы, оказывается, прикармливаем наших гостей, чтобы вы приходили к нам и опосля тоже. Выходили и говорили, идите всем гости на Телемикс, там вообще настоящий дом, настоящий дом. Настоящий кухня, гостиная, полежать можно, если что, в футбол поиграть. Угощайтесь. Пробуйте. Мы готовы. Да, 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 обязательно. Даже если горячевата, там еще доходит оставшаяся часть теста, она в большой форме. Молчат. Потрясно. Свою, значит, вкусно. Да, так буду надеяться. Если так, сплошь. Я уже один попробовала, когда проверяла готовность. Ты просто не могла по-другому приготовить, Ирина. Ну, да, да, да. Друзья, приходите заниматься футболом, приводите своих детей. Набор идет круглый год. Конечно, конечно. Где, куда идти? Идти на спорткомплекс «Локомотив». Так. Там вам все объяснят. Слободская. Слободская, 6. 6. Кстати, хотел спросить быстренький вопросик. А девочки занимаются у вас? Занимаются. Занимаются, да. У нас даже есть девушка-тренер. Конечно. Ольга Сергеевна Круцких. Да. Не просто, а с большой буквы тренер. Очень хороший специалист. Капитан команды УГПИ была женская, где брали даже Дальний Восток. И тренер. Тренер команды УГПИ. Ну, девочек, мальчиков приводите. Конечно. А нас же смотрите каждое утро и каждый день, каждый будний день на канале Телемикс. Еще увидимся. Всем пока. О-о-о.